Ну что, приветствую всех, давайте начинать. Прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хочу сказать пару слов про вашу домашнюю работу, которую вы решаете, возможно, прямо сейчас. Я на самой первой лекции, на нулевой, говорил, что мы в конце концов собираемся написать свой собственный ГО с каналами, с селектами, со всем, что там бывает, с файберами, с какими-то примитивными синхронизацией для них. И я говорил, что мы собираемся это сделать буквально с помощью одного атомика. Вот нам его функциональности достаточно, чтобы потом построить собственный планировщик, свои собственные легковесные потоки и примитивные синхронизации для них. И вот в связи с этим я очень хочу обратить ваше внимание на две задачи, которые в вашей домашней работе есть, и на два аспекта в них. Эти две задачи — это Mutex и SpinLog. Что мне важно от Mutex? Чтобы вы очень основательно разобрались, что такое Mutex, что он из себя представляет. Потому что вот это единственный способ блокироваться из Reserp Space. Это единственный способ сказать планировщику, что вы чего-то ждете, а кто-то потом вас уведомит. И сложно здесь не только в том, чтобы с помощью этого Mutex написать блокирующий Mutex, а чтобы понять, какие гарантии Mutex вам дает. А чтобы это сделать, нужно разобраться, как он устроен. И единственный, честный, и мне кажется, самый хороший способ разобраться в том, как устроен Mutex, это пойти вот по этой ссылке в ядро Linux, где, собственно, Mutex написан, и прочесть комментарий, там, где описаны его гарантии, этого Mutex, и, ну, некоторый псевдокод. Вот понимания этого псевдокода достаточно для того, чтобы хорошо осознать гарантии. Ну, а поскольку мы дальше собираемся писать свои потоки, свои Mutex, нам и Mutex потребуется самим самостоятельно написать. Поэтому полезно разобраться уже сейчас. Ну, и дополнительный приятный бонус у этого комментария в том, что если вы начнете его читать до конца, то, возможно, вы упадете в глубокую кроличную нору, связанную с модерями памяти. Опять же, не предполагается, что мы сейчас способны понять вот эти картинки, но вот в будущем они нас коснутся. К тому же тут есть некоторая пасхалочка про пример, который я показывал на прошлой лекции, про сценарий, когда процессор довольно странно себя ведет. Вот оказывается, что внутри Futex такая проблема возникает, такой сценарий синхронизации. Но про это вы поговорите еще раз на семинаре, так что вот сфокусируйте, пожалуйста, внимание свое на этом, когда будете решать задачу. И вторая задача, которая мне важна, это Atomic, потому что… Ой, простите, SpinLock. Потому что там нужно написать, конечно, не SpinLock, а Atomic и разобраться, что мы понимаем под атомарными операциями Exchange, FetchEd, какими-то другими. И вот вас, мне кажется, это немного сбивает с толку, что в задаче уже как будто написана реализация. Но в задаче написана не реализация, в задаче описана семантика на ассемблере этих операций. Вот мы читаем и пишем. Но это не значит, что атомарный Exchange вот именно так реализован. Вот вы будете решать эту задачу и, во-первых, познакомитесь с какими-то другими инструкциями процессора, а во-вторых, ну просто осознайте, почему они атомарные и какие гарантии вам даются. И вот самое хитрое, что в этой задаче есть, и что даже непонятно, на какой степени вы способны сейчас осознать, это различные варианты решения этой задачи. Потому что можно пройти тесты и написать разный код. Ну и что бы это означало? Наверняка же это что-то значит. Наверное, какие-то гарантии у этого кода, у этих разных решений, какие-то гарантии будут отличаться у одного и другого решения. И вот про эти гарантии и про эти разные решения вам задают два вопроса в условии. Вот попробуйте на них ответить. По крайней мере, подумайте над ними, покопайте. Задача не про то, чтобы пройти тесты, конечно. Задача про то, чтобы провести маленькое исследование и разобраться самому, почему оно именно так. Вот если вы написали реализацию и вам кажется, что она атомарна, ну вот как-то убедите себя в первую очередь, что она атомарна. Но на защите вам потребуется это сделать еще и со своим семинаристом, со своим преподавателем. Ну хорошо, про это мы поговорили, а сегодня у нас другая тема. Сегодня мы поговорим про потоки. Вот на прошлой лекции кто-то спрашивал, мы говорим про мьютексы, как потоки синхронизируются, а при этом мы их почему-то не запускаем до сих пор, что довольно странно. Было такое, кажется. Вот. И я эту тему избегал. Вот уже две лекции избегаю почти что. Ну как избегаю? Я вам показывал очень простой пример на самом первом занятии, где мы запускали потоки для того, чтобы обслуживать клиентов. Вот мы создавали std thread, передавали туда функцию, которая будет исполняться с аргументом, и говорили detach, то есть мы отвязывали исполнение потока от вот этого объекта std thread. Этот объект разрушался, а поток в фоне продолжал бежать. И при этом мы сказали, что вроде бы нам так не нравится, мы так не хотим делать, потому что операционная система не способна для каждого отдельного клиента нашего сетевого сервиса заводить целый поток. Слишком дорогое удовольствие. И нам нужно, видимо, делать что-то иначе. Мы сказали, что нам нужно придумать некоторые файберы, которые будут выглядеть для пользователя так же, но почему-то они будут более легковесными, но, видимо, потому что операционная система не будет их обслуживать, и запуск этих файберов и их планирование будет осуществляться в пространстве пользователя. Но, тем не менее, мы потоки все-таки запускать хотим в этом курсе, потому что потоки, как я уже говорил раньше, это виртуальные ядра процессора, это доступ к физическому параллелизму. Так вот, мы хотим запускать потоки, безусловно, чтобы исполняться параллельно, чтобы утилизировать наши вычислительные ресурсы, наш процессор, но в то же время запускать потоки совершенно наивным образом, вот так вот конструируя RESTED-thread, и каждый раз, когда нам нужен поток, когда нам нужна какая-то конкурентная активность, мы не хотим, не можем себе позволить. И сегодня мы поговорим о том, как мы будем делать, как мы будем запускать потоки в этом курсе. И решение называется пул потоков. Давайте перейдем в подходящий нам репозиторий сейчас. Мы хотим сделать пул потоков, и вот предупреждение — это единственный способ, которым мы будем запускать потоки в этом курсе. Больше мы к этому вопросу возвращаться не будем. Пул потоков выглядит вот так вот. Мы конструируем его, мы передаем в конструктор число потоков, которые будут выполнять некоторые задачи, а дальше у нас есть метод SUBMIT, который способен одному из этих потоков, каким-то потоком передать задачу, и эти потоки эту задачу исполнят. Вот мы просто фиксируем набор потоков, которые у нас будут в программе. Фиксируем их количество, и мы хотим всю работу, которая у нас есть, исполнять в этом фиксированном наборе потоков. Новых потоков мы заводить не хотим. Программа у нас может работать очень долго, она может быть демоном, она может работать недели, месяцы, не выключаясь, но при этом новых потоков в ней не появится. Вот они на старте создаются, а дальше переиспользуются просто. Что наш пул потоков будет уметь? Ну, он умеет буквально один метод — SUBMIT. В него мы передаем какую-то лямбду, в общем случае мы называем это задачей. То есть некоторую функцию без аргументов и без возвращаемого значения. И пул потоков обязуется после вызова SUBMIT исполнить переданную задачу, переданную лямбду в одном из своих потоков. Какого именно, мы не знаем. Когда именно это случится, мы тоже не знаем. Вот если у вас есть вопросы, задавайте их сразу. Я вот сейчас буду показывать вам пример. Сделать шрифт покрупнее, как вы думаете? Про реализацию мы сейчас поговорим. Мы скажем, что число задач может быть любым. Число потока фиксировано, число задач, конечно же, не от пула зависит. Мы этим не управляем. Как правило, число задач растет с размером задачи или еще с чем-то, или с количеством пользователей. Вызов SUBMIT, когда он завершается, это не означает, что задача завершилась. Вызов SUBMIT означает, что мы запланировали задачу на исполнение в пуле потоков. Гарантировать что, прости? Но если мы вызвали SUBMIT, и он вернул нам управление, и пул, забегая вперед, не остановлен, то задача должна, обязана, ивенчуали выполниться в этом пуле. А у этого времени? Нет, верхней границы на время исполнения нет, если ты об этом какого-то дедлайна. Ну, поскольку мы собираемся нагружать пул задачами, которые эксплуатирует процессор, видимо, число потоков там будет соизмеримо из числа физических ядер. Ну, то есть это вот представление, это вот физическая параллельность для нас. Пул потоков — это вот виртуальные ядра. Не совсем понятно, при чем здесь глобальные переменные. Ну, то есть, кажется, это какой-то перпендикулярный вопрос. Но если у тебя переменная глобальная, так то же тебе помешает. Непонятно, как это связано с потоками. Нет, при чем здесь… Сейчас, стойте, стойте. Давайте не будем говорить про другие языки. Мы пишем на C++, и вот это пул потоков с языком программирования мало связан. Но, с другой стороны, если говорить про Python, то там нет смысла потоки запускать в силу реализации интерпретатора. Так что это просто не очень подходящий пример. У нас C++. Давай все-таки про него. Но про другие языки я тоже кое-что скажу, когда придет время. Но вот пока у нас такой пример. А можно сделать join задачки другими? Здесь нет… Сейчас, я пока не говорил слово join, и такого слова у нас вообще в поле потоков нет нигде, поэтому вопрос не принимается, к сожалению. Смотрите, что у нас пока пул умеет. Он умеет submit, и вот мы кладем в него три задачи. Во-первых, мы кладем первую задачу, которая, ну, как будто бы изображает какую-то деятельность, занимая просто процессор сном. Вот она блокирует поток. Тут могло быть какое-то тяжелое вычисление, но вот тут написан slip. Есть вторая задача, которая сразу печатает что-то на экран. И есть третья задача, которая сначала спит, а потом из самой себя обращается к текущему пулу потоку с помощью свободной функции current. Ну, то есть мы из пула потоков находим этот самый пул потоков текущий и в него планируем новую задачу. То есть мы можем делать это снаружи, можем делать это прямо изнутри. И у нас есть метод wait. Метод wait блокирует вызывающий его поток до тех пор, пока в пуле остаются задачи. Вот когда пул закончит выполнять все задачи, которые в нем уже есть или которые в нем появятся, то есть когда счетчик задач такой логически опустится до нуля, этот вызов wait разблокируется и вернет управление пользователем. До тех пор он будет поток блокировать. То есть мы здесь вызываем wait и останавливаемся до тех пор, пока не будут выполнены все задачи. А сколько их тут всего? Четыре задачи. Вот мы должны увидеть один, два и три. Вопрос только в том, в каком порядке. Ну вот давайте запустим и… Нет, здесь никаких файберов нет. Здесь есть только вот потоки, есть метод submit и есть вот задача. Задача, она абсолютно абстрактная. Но тут мог быть std function, тут написан немного другой класс, потому что std function имеет свои ограничения, а именно он должен быть копируемым, а скажем, лямбды, которые, замыкания, которые захватывают moveonly объект, они не могут копироваться, поэтому std function с ними не работает. Поэтому мы используем другой класс. Но не суть. Это вот некоторый контейнер, который содержит функцию без аргументов и возвращаемого значения. Вот все сущности, которыми мы оперируем пока. Набор статических потоков, задача и вот метод submit, который каким-то образом запускает планирование. Вот к этому примеру еще раз вернемся. Смотрите, что тут произошло. Мы бросили в пул три задачи, там было четыре потока, и вот первая задача, она заснула на каком-то потоке, а вот вторая задача, она запланировалась на другой поток, как раз у нас их всего четыре, и выполнилась сразу, напечатала два. Дальше мы запланировали третью задачу, не дожидаясь, пока вот эти две завершились, ну или параллельно с ними. И третья задача запланировала четвертую и запланировала через секунду после submit. Так что вот вывод у нас получился в таком порядке. Два, три, один. А как сказалось, которая если три секунды спала, она бы немало, этот секунды портал? Да, она заблокировала поток пула. Ну и давайте сразу договоримся, что вот такой код писать неприемлемо. Вот этот код написан здесь для примера, но когда мы будем говорить про какие-то полезные сценарии использования пула потоков, мы договоримся сразу, раз и навсегда, что мы никогда не блокируем потоки пула. Это очень плохой, очень скверный сценарий, потому что мы сначала договорились, что этих потоков будет фиксированное количество, что мы новых заводить не будем, и если мы поток заблокируем, один из этих потоков во всем приложении, то мы у себя отнимем целое ядро процессора. Это не то, чего мы хотим, конечно. То есть блокироваться ни в коем случае нельзя, ни на слипах, ни на каких-то, не знаю, ожидании других задач. Вот такие сценарии должны были у нас исключены. Сделать лист от какой-то задачи, вы выбираете какие-то задачи можно? Ну, технически можно. Насколько это полезно, это отдельный вопрос. Вот пока мы к этому не стремимся. Ну, вот я пока акцентирую внимание именно на блокировке, что мы не можем позволить себе заблокироваться в потоке пула, потому что их ограниченное количество, и все сценарии использования, которые у нас будут дальше, там, карутины, файберы, там, какие-то вычисления, пусть не важно, все они вот прямой блокировки потока должны будут избегать. Блокировка в смысле фьютекса. У нас есть единственный способ, ну, единственный способ, у нас есть ограниченное число способов заблокировать поток, это сисколы, которые обращаются к планировщику, например, слип, или это фьютекс. Вот слип мы просто, безусловно, блокируемся на некоторое время, во фьютексе мы блокируемся на время ожидания какого-то уведомления через фьютекс вейк из другого потока. Ну, вот все эти механизмы для нас в пуле потока должны быть исключены. Ну, да, иначе мы придем вот сюда, разрушим пул потоков, а задача еще не выполнится. Еще раз, сабмит завершается вот почти сразу, он возвращает управление, когда задача запланирована на исполнение. Завершение сабмита не означает, что у нас задача исполнилась. У нас три сабмита завершаются очень быстро, а потом мы блокируемся на три секунды, пока не завершатся все задачи, которые были в пул поток, которые попали в пул поток или попадут. А если вы в пул поток, то потоки просто не станут. Вызов стоп. Семантика вызова стоп следующая. Мы хотим завершить все потоки, независимо от того, остаются ли в пуле задачи еще не выполнены. Вот, ну и просто вернуть управление. То есть задачи, которые не успели выполниться, они просто выбрасывают, сигналируют с пулом, и потоки останавливаются. Получается, что четыре потока в этом пуле и еще один поток на мейне. Да. Вот пять потоков. Да, именно так. Ну, это namespace с пулом потоков, который мы сегодня собираемся написать. Нет, и, кажется, до 26-го года не будет. Вот оказывается, что очень сложно написать пул потоков. Мы напишем сегодня какой-то, а вот прям идеальный пул потоков пишут бесконечное время в данный момент. Ну, вот мы с вами научимся писать идеальный пул потоков, кажется, к концу семестра, но это потребует усилий. Итак, что мы хотим сделать понятно, да? Ну, потому что стоп выполняет некоторую нетривиальную работу, а выполнять нетривиальную работу в деструкторе по разным причинам не очень хорошая идея. Лучше сложные вещи делать явными. Ну, это вопрос дискуссионный, это вопрос вкуса на самом деле, но вот мне кажется, что разумнее так. А вот верно ли, что, существуя нашей функции, current, который возвращает пул потоков, гарантирует, что пул потоков в программе только один? Нет, почему? Просто current из разных потоков, разных пулов будет возвращать разные указатели. Вот. Для этого требуется так называемый threadlocal переменные. Вот про threadlocal переменные, кажется, мы ничего не знаем еще, да? А здесь они где-то должны быть. Случится неопределенное поведение, ну, либо какой-нибудь ассерт упадет. Ну, это такие вопросы, которые, вот, мелкие инженерные подробности, они не влияют на суть происходящего. Поэтому давайте перейдем к сути, а именно, как этот пул потоков устроен. Ну, вообще, что такое пул потоков для нас? Для нас это планировщик. Он планирует задачи, простые функции без аргументов и без возвращаемого значения на наши вычислительные ресурсы, виртуальные ядра в виде потоков, операционной системы. Как это планирование происходит? Оно происходит с помощью, очень простым механизмом, с помощью глобальной очереди. Вот где-то у нас здесь есть картинка. Вот это самый простой механизм планирования на свете. Разделяемая очередь. Вот здесь кружочки, это, ну, тут вот эти вот пустые кружочки, это потоки, которые мы называем воркеры, которые выполняют задачи, работают. Снаружи находятся клиенты, цветные кружочки — это задача. Ну, и вот клиент, когда он говорит submit, кладет свою задачу в некоторую общую очередь, а все потоки воркеры внутри пула разбирают эту общую очередь. То есть они блокируются до тех пор, пока в этой очереди не появится доступная задача. После этого они ее берут и запускают. Это очень разумный механизм планирования, потому что он хорошо балансирует нагрузку. Если у вас какой-то поток простаивает, то он простаивает только потому, что на данный момент задач не остается, которых нужно выполнять. То есть прямо сейчас работы больше нет. Вот. Если работа есть, то значит все потоки нагружены уже. Ну и кроме того, очередь — это довольно разумный способ планирования, в смысле FIFO-планирования. Чем раньше задача попала в пул потоков, тем раньше она исполнится. Звучит разумно, правда? Согласны или нет? На самом деле нет. Это неразумно, потому что приложения бывают разными. И где-то разумно FIFO-планирование, такое естественное, а где-то разумно почему-то FIFO, скажем, планирование. Есть разные сценарии синхронизации. Но вот наш пул потоков, он планирует быть довольно универсальным и подходить под разные задачи. И вообще говоря, под разные задачи нужно немного свои алгоритмы планирования иметь. Но вот у нас сегодня очень простой механизм, это общая очередь. А если мы пишем какой-нибудь планировщик, условно говоря, для Windows, то там же, наверное, вообще какой-то сложный принцип, а не просто FIFO или FIFO? Ну, разумеется, настоящий планировщик устроен сложно. Ну и забегая вперед, у нас будет лекция про планировщик Go, и там мы разберем design.doc, но и реализацию посмотрим. Настоящий планировщик сложный устроен, конечно, сложнее, чем одна глобальная очередь. Это не самый разумный алгоритм планирования для некоторых задач, для наших задач. Окей, значит, как работает пул потоков, точнее, как пользоваться пулом потоков примерно понятно, как он устроен в первом приближении тоже должно быть понятно сейчас. Давайте поговорим о том, что мы с ним собираемся делать, как мы будем его использовать, какие задачи мы будем решать. Ну, вот какой-то очевидный пример, который приходит в голову. Ну, просто независимые тяжелые вычисления. Нам нужно, не знаю, принимать из сети какие-то блобики и там распаковывать их, декодировать как-то. Вот мы бросаем задачу в thread pool, там эта задача, независимо от других, исполняется, декодирует что-то, возвращает нам результат. Каким-то образом, пока непонятно. Вот можно себе такую задачу представить. А можно представить себе задачу чуть интереснее. Вот, например, пусть вы пишете сортировку и вот вам хочется ее распараллелить. Вот если вы будете делать очень наивно, скажем, вы пишете quicksort и на каждое разбиение вы запускаете по два потока на две подзадачи, то получится, что там, если вы запустили много сортировок, то у вас получится безумное количество потоков, они все будут в ядре соревноваться за процессоры, будет очень много переключений контекста, совершенно бесполезных. Вот мы бы хотели, скажем, алгоритм сортировки упаковать его исполнение в пул потоков. Причем этот пул потоков будет, пусть будет общий на разные сортировки. Вот подходит ли наш пул потоков для задачи, например, quicksort'а или merge-sort'а? Что, прости? Ну, не знаю, почему. Не совсем понятно. Что мы оптимизируем здесь? Так у нас число потоков фиксировано. Вот здесь проблема-то другая. Вот что с таким интерфейсом проще написать? Quicksort или merge-sort? Почему? Потому что там нужно сначала поперекидывать все, а потом сделать разы. Вот. А в случае с merge-sort'ом какие у нас проблемы будут? Ну вот, в случае с merge-sort'ом написать алгоритм довольно сложно здесь, потому что, ну вот мы породим две подзадачи, они завершатся, а теперь нужно после завершения двух подзадач сделать еще какую-то третью. И, ну, как бы, как нельзя делать ни в коем случае. Породить задачу, которая породит две подзадачи, а потом заблокируется до их завершения. Потому что блокироваться в пуле потоков мы не можем. А значит, нужно каким-то образом запланировать третью задачу merge-а после того, как завершатся обе дочерние подзадачи. И вот в задачах появляются зависимости. Вот. Не снимается с потока. Задача здесь никогда не снимается с потока. Ну как, поток могут снять с ядра. То есть поток операционной системы, стадет редк, могут снять с ядра просто планировщика операционной системы. Такое может быть. Но вот сами задачи — это произвольные функции. Что ты в них написал, то и будет. То есть при блокировке задача не снимется с потока. Ну при блокировке заблокируется поток, а их всего там четыре. Вот. То есть никакой магии это не произойдет. Кажется, что если мы знаем про пьютексы и про потоки, то вот произойдет то, что должно. Поток заблокируется. Так вот, здесь мы видим, что возникают какие-то естественным образом задачи, в которых нужно чуть больше, чем просто submit иметь. Но в некоторых задачах хочется, скажем, получить из функции результат. Мы хотим запустить ее в пуле, асинхронно, как говорят, но при этом получить ответ из нее. То есть получить результат вычисления. Пул потоков этого не умеет. У него есть просто submit. А в некоторых задачах у нас появляется еще одна. Нам требуется еще одна функциональность, а именно мы хотим в пуле потоков планировать не просто отдельные независимые задачи. Мы хотим планировать целые графы задач. Как-то их связывать, чтобы они синхронитировались между собой, чтобы одна вызывала другую. И опять пул потоков ничего такого не умеет. Значит ли это, что мы хотим доработать пул потоков? Нет, не значит. Значит ли это, что мы рано или поздно научимся это делать? Конечно, научимся. Но вот пул потоков меняться не планирует. Пул потоков хочет оставаться таким же простым. И в этом будет его достоинство. Но об этом чуть позже. Так вот же мы делаем. Ну, точнее, мы не внутри сабмита делаем сабмит, мы внутри сабмита, мы в сабмите передаем задачу, которая внутри себя может сделать еще один сабмит. Вот она это и делает. Хорошо. Вот этот пример с вычислениями и с зависимостями между ними, он про что? Про параллелизм. Про то, как эксплуатировать тот факт, что у нас много ядер, и как-то их нагружать равномерно. Но с другой стороны, мы же говорили, что в нашем курсе нас параллелизм и вот ускорение за счет параллелизма меня очень сильно беспокоит. Это не наша тема. Мы в этом курсе стремимся не ускорить исполнение сортировки. Мы хотим... Нас беспокоит масштабируемость. Нас беспокоит конкарнси. Как именно упаковать в маленькое количество потоков в наш процессор очень много активности пользователей, ну, то есть обработчиков их запросов, как здесь вот. Здесь мы делаем это очень неэффективно. Мы хотим как-то эффективнее. Так вот, мы не будем писать с вами сортировки на пуле потоков. Наши задачи будут другую природу иметь. Вот давайте подумаем, что будет нашими... если будет являться задачей. Вот для пула потоков задача — это вот некоторая абстрактная функция. Трудпул не понимает, что это задача, что она делает, зачем она нужна. Ну вот, как же будут выглядеть наши задачи? Понимаете ли вы? Звучит очень абстрактно. Ну, такого слова в курсе не было еще. Так, а что будет таской? Что будет задачей? Нет. Нет, не получится. Потому что в запрос клиента, он же, смотри, он же блокируется. Вот он заблокировался на чтении сокета, потом заблокировался на запись сокета. А задачи в пуле потоков не могут блокироваться. Что будет задачей? Нет, ну сейчас. Тредпул — это уже планировщик. Куда уж еще больше планировщиков. Тут уже есть операционная система. Над ней в Azure Space есть Тредпул. Планировщик виртуальных ресурсов, виртуальных ядер. Нет? Закон между блокированием будет... Ну вот, смотрите, мы это обсудим через две лекции, но у нас же файберы есть, да? И зачем они нам нужны? Ну не для того, чтобы, конечно, Yield они делали или что-то такое бестолковое. Нам они нужны для того, чтобы они запускались в большом количестве, а исполнялись в маленьком количестве потоков. Но в данном случае файберы исполняются вообще в одном потоке. И при этом как-то его эффективно используют. Так вот, эти файберы, ну пока они ничего не умеют, но однажды они научатся вводу-выводу, работать с сетью или синхронизацией. И вот смотрите, такое интересное наблюдение. Вот файбер сам по себе это не что иное, как цепочка задач. Вот мы говорим, что в Тредпуле мы хотим запускать цепочки графа задач. Вот файбер отдельный, легковесный поток наш, он и будет графом задач, цепочкой задач. Он будет исполняться некоторое время, а потом будет встречать запись сокет, или чтение из сокета, или блокировку на мьютоксе. И что он будет делать? Он не будет блокировать поток, разумеется. Он будет каким-то образом подписываться на результат вот этой разблокировки, или чтения, и поток освобождать. А когда чтение завершится, или мьютокс освободится, то этот файбер запланирует обратно. То есть нашими задачами будут кусочки кода между блокирующими операциями в файбере. Но блокировок потоков при этом не будет. И вот сами файберы будут для нас графами задач. И вот именно поэтому Тредпул претендует для нас на универсальность. Ему не нужно знать про задачи, какую они природу имеют. Это вычисления, это фрагменты файберов между точками блокировки. Для нашего Тредпула это просто задача. И мы увидим, что такая декомпозиция на самом деле очень разумна. То есть мы сможем с вами параллельно развивать Тредпул как планировщик, и параллельно делать файберы, скажем. Добавлять в них мьютоксы, контвары, каналы, селекты, все, что Go умеет. При этом Тредпул нам менять не потребуется. Вот файберы будут знать про Тредпул буквально одно, что в Тредпуле есть метод submit. И этого будет достаточно. Вот это вот то, что мы должны... Перед тем, как заблокироваться, мы подписываемся на результат, это мы делаем внутри файбера, а не внутри Тредпула. Да. А пул потоков про это ничего не знает. Ему просто дают задачи. А в этих задачах происходит некоторая сложная магия. Но вот пул потоков как планировщик и файберы как следство выражения конкурентных активностей будут разделены вот такой очень простой границей. Вот одним методом submit, который дает гарантию, что задачи, запланированные на выполнение, будут однажды где-то кем-то выполнены. Тогда кажется, наверное, нужно реализовать метод сняться. Ну, это долгая история. Не то, что мы планируем сейчас это объяснять. И скорее объясняю, что пул потоков для нас это очень важный механизм. Это, собственно, планировщик в Visual Space. Вот. И он ортогонален конкретному приложению. Ну, почти что. Там не совсем справедливо, конечно, так говорить. Но можно будет придумать инструменты для того, чтобы писать квиксорты какие-нибудь поверх пула. Можно будет придумать инструменты, чтобы запускать там легковесные потоки. Ну, в общем, Тредпул для всего сгодится. И вот поэтому я говорил на первой лекции, что у нас есть две такие большие сюжетные линии в курсе. Одна про то, как конкурентные активности выражать в коде. И у нас будут Fiverr, у нас будут FUTE, разные способы. А параллельно с этим мы будем говорить про то, как эффективно задачи исполнять. И это история про внутренности Тредпула, в конце концов. У нас там будет много маленьких, ну, много больших маленьких шагов на этом пути. И вот этот дизайн, он на самом деле очень разумен, ну, потому что он развязывает две большие задачи, исполнение и выражение вашей логики. И этот дизайн, вот эта декомпозиция, она, конечно, справедлива не только для нашего курса, в смысле она универсальна. Поэтому мы здесь ее и изучаем. Вот, скажем, я показывал вам на первой лекции пример эхосервера на Rusty. Вот тут снова мы принимаем соединение клиентские, тут с точкой await, я про него уже упоминал, мы в будущем разберемся, что это значит. И запускаем задачи, которые для каждого клиента, запускаем задачу, которая в цикле читает из сокета и пишет сокет. Но вот это выглядит немного иначе, чем мы будем делать, чем наши файберы. У наших файберов не будет никаких специальных ключевых слов. Но, тем не менее, под капотом у этого фреймворка что происходит? Смотрите, все вот это исполняется в некотором пуле потоков. Тут его мы явно не видим, но он есть. Ну, или, скажем, мы говорим про карутины в C++. Вот на них тоже можно, на карутины в C++20, на них тоже можно написать эхосервер, тоже с какими-то await'ами, ключевыми словами специальными. И опять же, где это все будет выполняться? Это все будет выполняться в некотором пуле потоков. Или мы говорим про язык Kotlin с его карутинами, которые вот умеют запускаться и там блокироваться тоже умеют. Так вот, где они исполняются? Ну, вот они исполняются в так называемых диспетчерах, и если вы не указываете, где именно карутина исполняется, она запускается в некотором фоновом пуле потоков. Или мы говорим про файберы, которые делают в Java. И вот файберы файберами, но для них нужен планировщик, и это вот просто готовый планировщик из библиотеки Java, который уже написан, fork.join.pool. Короче говоря, декомпозиция разумная, и мы будем дальше ей пользоваться. То есть мы будем отдельно делать файберы, отдельно делать пул потоков, и вот и то, и другое будем развивать, ну, почти что независимо друг от друга. В какой-то момент мы увидим, что все-таки нужно какие-то связи учитывать, но до этого нужно еще добраться. Итак, почему нам важен пул? Мы выяснили, что такое пул потоков, как мы собираемся с потоками вообще в курсе работать. Мы выяснили примерно, как он реализован, и почему нас он интересует. Осталось только написать. Ну вот давайте мы этим и займемся. Итак, у нас есть пул потоков с предсказуемым API, submit, fade, stop, который мы обсудили. И вот мы хотим, чтобы этот threadpool мог работать вот с такими вот примерами. Давайте запустим этот пример. Посмотрим, что он напечатает. 1, 2. Что вы про это скажете? Это не похоже на threadpool, потому что threadpool должен запустить задачи параллельно на разных потоках, потому что всего их 4, задачи 2, одна спит, но почему бы другая в это время не исполнилась на другом потоке. Ну, это в общем не странно, потому что threadpool пока реализован очень лаконично. Вот он в методе submit просто запускает задачу синхронно. Ну, потоков у нас нет просто. Ну вот давайте мы начнем с того, что заведем в threadpool потоки. То есть пока у нас такая заглушка, тут ничего нет. Submit и исполнение задачи, wait, пустой, стоп, пустой, threadpool ничего не умеет. Ну, раз уж мы сказали, что в threadpool должны быть потоки, то давайте мы заведем потоки. Вот, я буду писать какие-то ошибки компиляции, поэтому, пожалуйста, поправляйте меня, если я буду так делать. Потоки называются воркерами. Они вот рабочие потоки запускают, исполняют задачи. Почему бы и нет? В смысле, почему мы не используем фреймворк для тестирования, потому что мы не пишем домашнюю работу сейчас. Вот. Ну, можно было бы использовать. Тут просто короче будет так писать. Окей. Пишем конструктор. Что мы здесь напишем? Ну, давайте заведем отдельный метод, что ли. А может быть даже и не будем. Напишем прямо здесь. Нет, не хочу. Нет. Чем эти потоки будут заниматься? Ну, пока неинтересно. Это не будут выполнять какую-то функцию. Рабочую функцию для каждого потока. Вот давайте мы напишем и ее. Итак, воркеры исполняют вот эту пока пустую функцию. И у нас есть сабмит. Ну, вот давайте мы сабмит тоже изменим в правильном направлении. Итак, что делают воркеры? Они, наверное, ждут, когда им что-то идет запрос за задачи. Ну, судя по картинке, что делают воркеры и что делают клиенты в сабмите? Они работают с очередью. Вот клиенты кладут в очередь, воркеры забирают задачи из очереди и исполняют их. Поэтому, видимо, нам нужно написать очередь. Вот. И для этого у нас есть заготовка отдельных хеддеров, в котором будет очередь задач. Но, смотрите, очередь задач, она нужна не только для пула потоков. Это просто вот примитив коммуникации и синхронизации для потоков. Довольно общий. Поэтому очередь задач у нас будет, ну, очередь у нас будет, конечно, шаблоном. Ну, назовем ее пока так. Чуть дальше, чуть позже пересмотрим это название. Что она будет уметь? Почему мы копируем его? Мы пишем шаблон. Тут класс T. Это могут быть копируемые объекты, могут быть move-only. Вот, кажется, такая сигнатура позволяет нам работать и с move-only объектами, и с копируемыми. То есть, если клиент хочет копировать, он просто копирует. Передает по значению. Если клиент хочет помувать, он пишет put, std move и вот свой объект. Кажется, что это довольно универсально. Ну, и в пуле потоков мы собираемся эту блокирующую очередь использовать для того, чтобы передавать задачи. Вот у нас есть задача, это std function. И что мы сделаем в сабмите? Мы положим туда задачу. Что мы сделаем в процедуре потока? Ну, это процедура, которую выполняет каждый поток воркер. Вот, смотри, мы завели потоки в конструкторе, завели каунт потоков, создали в массиве воркерс, в векторе воркерс потоки, и каждый из них исполняет вот такую вот лямбду, такое вот замыкание. Понятно или нужно пояснить что-то? А, да, понятно. А мы можем только лямбду передавать, мы не можем сразу воркерс? Ну, можем, мне просто, мне кажется, так. Не можем, потому что это метод на объекте. Ну, там нужно будет вот все эти байнды писать, вот не хочется. Лямбда, короче, в C++ какого-то, не знаю, с какого-то года не нужно писать все эти байнды, нужно писать лямбды. Это правильный способ по разным причинам. Что? Во-первых, не надо, потому что я могу и так, и так делать. Я могу и мовить, когда я захочу, и копировать, когда я захочу. Я всем управляю, мне не надо, например. Вот. Значит, пока понятно, да, что происходит. Пока только не написана очередь. Ну, вот мы уже научились ей пользоваться, пока не написана очередь. А вот смотрите, нужны ли вот этой очереди какие-то другие методы? Ну, скажем, ну, вот да, хотелось бы какой-нибудь метод из empty, да? Да я его вообще писать не хочу, потому что это бессмыслица. В блокирующей очереди не нужны ни методы empty, ни методы size, ничего подобного. Это не контейнер для хранения данных. Это примитив коммуникации. У него совсем другие сценарии использования. Но представьте себе, вот вы, зачем вам метод empty? Вы вызвали его и получили true. Что это означает? Да ничего, потому что после вызова, через миллисекунду, очередь снова может стать пустой. Для вас это абсолютно бесполезный сигнал. Вы не можете на него надеяться. Все слишком мимолетно. Поэтому методов empty, константы, просто сотрем это все. У нас ни empty, ни size, ничего не будет. Вот здесь мы кладем задачу в очередь, здесь мы дожидаемся очередной задачи. Вот и все, что нам нужно. Вот, ничем другим нам пользоваться как бы и в этой задаче не потребуется, и в принципе не потребуется. Ну что, давайте писать теперь вот эту самую очередь. Потому что сам thread pool, он кажется пока слишком прост, чтобы его как-то комментировать. Но метод wait не написан, к этому вернемся еще. Итак, очередь, для нее нужен контейнер. Давайте возьмем контейнер. Ну и что этому контейнеру не хватает еще? Не хватает метокса, потому что, смотрите, разные потоки вызывают take на одной и той же очереди, разные воркеры, и разные клиенты вызывают submit. И все работают с одной очередью, с одним контейнером buffer внутри. Так что его нужно защитить. Для этого мы используем mutex. Вот, к сожалению, для mutex имя mutex лучше всего походит, но это буквально единственное исключение в жизни, кажется, когда такая ситуация возникает. Во всех остальных случаях можно подбрать какое-то более подходящее имя, но вот здесь сойдет такое. Окей. Давайте напишем put теперь. Что? Не очень понял. Ну, во-первых, этот класс, которого нет в std, мы пишем сейчас на std. Во-вторых, нет. Не подойдет. Но почему мы сейчас не понимаем пока… Ладно, мы можем это понимать, но, видимо, пока не понимаем. Давайте допишем put. put готов, да? Давайте напишем take теперь. Что в нем должно быть? Так, я вот руками mutex не захватываю, я использую райобертку. Отлично. Ну, давайте я напишу сейчас такой вспомогательный метод, который потом мне пригодится, пока он может выглядеть немного лишним. Вот метод, который извлекает из головы очереди элемент в предположении, что эта очередь не пустая, буфер не пустой. Потому что я хочу assert, я не очень понял. В смысле, извини за мой тупой ответ. Это precondition для функции. То есть функция вызывается в предположении, что буфер не пуст. Ну, потому что было бы странно, если бы я мувывал из головы буфера что-то, когда он пустой. То есть это не то, что я проверяю, я вот предполагаю, что функцию иначе бы не вызвали. Вот. А теперь что мне написать в take? Вообще, что, какова, какая семантика подходит потоку воркеру? Ну, чтобы оно блокировалось до сих пор, пока, ну, либо в YouTube захвачен, либо, ну, пока захвачен YouTube или очередь пустая. Ну, то есть, смотрите, мы вот в этом месте, в этой строчке хотим, чтобы поток воркер блокировался, если очередь пустая. Поэтому, собственно, у нас блокинг-ю называется это все. Ну, вот, что же мы тут напишем? Ладно, прежде чем мы что-то напишем, у меня есть некоторые комментарии к именованию этого класса, потому что, возможно, название можно улучшить. Дело в том, что очередей в мире великое множество, в смысле очередей десинхронизации потоков, потому что они все предназначены для немного разных сценариев. Вот, бывают очереди неограниченной емкости, а бывают ограниченной емкости. Вот наша очередь будет неограничена. Ну, по некоторым причинам так разумно. Вообще, говоря, теория массового обслуживания говорит, что если у вас система обслуживает пользователей, и в ней есть бесконечные очереди, то это бесконечное время ожидания, и вот это так не нужно делать. Нужно отказывать явно, а не увеличивать время ожидания до бесконечности. Но вот здесь нам подойдет такая семантика. Очередь неограниченная. Кроме того, есть сценарии в зависимости от того, различают сценарии в зависимости от того, какое количество потоков кладет элементы в очередь и какое извлекает. Потоки, которые кладут элементы в очередь, их называют продюсерами. Потоки, которые извлекают, называют консюмерами. Вот. Верно. Поэтому мы скажем, что это мультипродюсер, мультиконсюмер. Ну, я пишу так вот. Или бывает, там, мультипродюсер, синглконсюмер. Такие у нас в очереди тоже будут. Но она блокирующая. То есть, если очередь пустая, то поток, который извлекает из нее что-то, который ждет из нее элемента, он заблокируется. Вот такая вот штука, да? Так вот, хорошо бы это все отразить название. Вот, вы читаете код, и вы сразу понимаете поведение этой очереди. Это довольно разумно. Правда, очередей бывает много разных. Вот. Я не шучу сейчас. В смысле, это хорошее, это лучшее название для этой очереди. Ну и вот, она должна заблокироваться в методе take, если очередь пустая. Что делать-то? А вот эти mpnc, это общие… Ну, это такая… Да, да, да. Продюсеры, консюмеры. Ну вот, если буфер не пустой, то мы, так уж и быть, вызовем функцию takeLocked. Простите. А иначе что нам делать? Нет, не просится. Фьютекс не просится. Давайте сразу объясню, наверное, почему. Потому что фьютекс — это очень низкоуровневый примитив синхронизации, очень низкоуровневый. И у него семантика такая, она связана с ячейкой памяти. То есть мы заснем или не заснем, зависит от содержимого ячейки. А здесь заснем или не заснем, зависит не от содержимого ячейки. Здесь это зависит от состояния дека. Это несколько более сложный объект. Поэтому фьютекс… Ну, в конечном итоге вы правы, в смысле операционной системы ничего кроме фьютекса для блокирующего ожидания не дает. Но, тем не менее, вот прямо фьютекс мы здесь использовать не хотим. Давайте мы напишем сначала очень тупое решение без знания фьютекса. Допустим, мы про фьютекс первый раз вообще не знаем ничего. Вот напишем следующее. Ну, заменим это все на unique.log, во-первых. Который умеет разблокироваться вручную. То есть он в конструкторе тоже захватывает mutux, в деструкторе освобождает, но у него есть минут unlock. И вот если очередь была не пуста, то что мы сделаем? Мы заберем элемент и вернем его. А иначе… Как нам быть? Ну, вот мы пришли в очередь, взяли mutux. Видим, что очередь пустая. Пока мы mutux держим, никто новый элемент не положит. Поэтому мы должны лог отпустить. Мютекс… Так нам же нужно время дать другим потокам, чтобы они сделали что-то полезное. Зачем? Ну, чтобы они тоже имели доступ к этой очереди. Ну, я сейчас напишу, какой это скверный код. По разным причинам он скверный. Например, не пишите using namespace в заголовочных файлах. Но все равно этот код стереть придется, так что не страшно. Ну, вот такая реализация, да? Мне кажется, что она лучше, чем ничего. То есть она должна примерно работать. Может быть, это не самый эффективный способ делать синхронизацию, в смысле спать 10 миллисекунд, потому что, может быть, через одну миллисекунду элемент появится. Но вот пока так. Давайте… Ну, мне кажется, что очередь мы в целом написали. ThreadPool тоже мы почти написали. То есть вот здесь мы ждем задачу и исполняем задачу. Игнорирую исключения, правда. Здесь мы планируем задачу на исполнение. Ну, и давайте напишем какой-нибудь тест для нашего ThreadPool. Тест будет за DataRace, простите меня. Аккуратные люди. Я бросаю в пул задачи, которые будут просто увеличивать счетчик. А потом я, видимо, хочу дождаться их завершения. Кажется, мы не написали эту функцию, да? Ну, ничего. К этому вы вернетесь к домашней работе. Вот. Ну, и у нас не хватает еще метода стоп. Ну, или даже пока напишем еще проще. Напишем в деструкторе, что у нас… потоков не осталось. Что? Сломается? Ну, так и должно быть. Мы же не написали мне… Нет, еще раз. Не еще раз, в смысле я обозначу нашу цель. Наша цель – написать какой-то пул потоков. Хороший вы напишите дома сами. Вот все, что вам не нравится, вы можете потом исправить. Он вообще не работает. А? Не совсем не работает. В смысле, почему? Он сейчас должен задачи запускать уже? Ну, деструктор-то не совсем не работает. Не преувеличивай. Вот давайте мы запустим сейчас этот пример. Ну, он что-то вывел и сломался, да? Насколько разумно то, что он вывел? Давайте вот убедимся, что задачи все выполнились уже к этому моменту. Просто, может быть, он какие-то задачи потерял. Их было в 100-500, и получилось вот 9-9-3. Нет, судя по осерту, у нас просто деструктор упал, потому что мы потоки не остановили. Вот. Я сейчас ожидаю, что числа совпадут. Отлично. Значит, наш пул потоков, он работает, потому что числа совпали. То есть задачи кончились в нем. Но ответ не 100-500, потому что он работает параллельно. И вот эти счетчики, они между другими, эти инкременты гоняются, и получается, что какие-то два инкремента читают в регистр одно и то же, в регистрах увеличивают, потом пишут дважды одно и то же. То есть инкременты теряются. То есть то, что у нас число меньше, чем 100-500, это наоборот хорошо. Значит, пул работает параллельно, запускает задачи в разных потоках. Ну, так вот выстроились планеты, я не знаю. Ну, получается, вероятно, что какие-то углодные, как они. Я бы не стал здесь. Короче, это не то, что нужно делать. Насколько много у вас гонок получилось в программе? Их должно быть ноль просто. Ну, тут от многих вещей это зависит. Мы пока планируем задачи, мы планируем их в один поток, а исполняются они в четыре потока. Но, может быть, их просто много там не накапливается в пуле. Ладно. Пул работает в целом. Пока у нас очередь плохо написана. Вот давайте мы это место исправим. И смотрите, я утверждаю, что здесь задача довольно общая. Вот смотрите, у нас было некоторое... Что происходит у нас? У нас есть очередь, в ней есть буфер. Мы берем mutex, смотрим на буфер. Если он не пуст, то извлекаем элемент. Если он пуст, то мы должны mutex отпустить, чтобы дождаться, пока в буфере появится новый элемент. Проснуться и этот элемент забрать. Заходите mutex обратно, забрать этот элемент. Вот. Можно здесь увидеть некоторую общую задачу. Вот у вас есть разделяемое состояние. У вас есть mutex, который его защищает. У вас есть потоки, которые ждут выполнения некоторого условия на этом разделяемом состоянии. И у вас есть потоки, которые это состояние меняют и это условие реализуют. И им нужен примитив для синхронизации. Вот мы здесь, чего бы хотели в идеальном решении, вот в этом месте, в этом else? Мы бы хотели заблокировать текущий поток, мы бы хотели отпустить mutex и заблокировать текущий поток до тех пор, пока другой поток не положит, не захватит mutex сам и не положит в буфер новый элемент. Вот. Задача довольно общая. Вот эта очередь с этим буфером, это просто частная иллюстрация этой общей задачи. Ждем исполнения предиката на разделяемом состоянии, выполняем предикат и уведомляем другой поток. Ну и вот для этой общей задачи есть общее решение, которое называется condition variable или условные переменные, или condvar просто говорят. Вот у этого самого, у этого самого condvara есть, ну можно сказать, три метода. С одной стороны это wait для блокирующего ожидания, и с другой стороны два вызова notify one и all для того, чтобы уведомлять другой поток, что условия некоторые выполнены. Какова семантика этих операций? Семантика wait. Давайте перейдем в условия одной из домашних задач ваших. Все, что мы видим в этом курсе, мы потом делаем руками, поэтому и condvar не станет исключением. Вызов wait. Вызов wait мы передаем, ну в наш wait в домашней работе мы передаем прямо захваченный mutex, в std condition variable мы передаем unique log с захваченным mutex. И семантика такова. Мы отпускаем лог внутри вызова wait и засыпаем в некоторой очереди внутри ядра. Ну под капотом там все равно будет фьютекс, вы это сами увидите в домашней работе. Ничего другого все равно нет. И когда другой поток вызывает notify one, он вас будет, и вы из wait возвращаетесь обратно, обратно захватывая лог. То есть снаружи вейта вы всегда логом владеете, внутри вейта вы его отпускаете, когда заходите и забираете обратно, когда вы выходите, когда возвращаетесь из вызова. А если делать notify one, а уведомиться кто-то ждущий? Один из ждущих потоков. Уведомиться такой ждущий, у которого сейчас не выполнен практика. Так, условные перемены, как ты видишь, просто по сигнатурам вызовов, ни про какие предикаты, но вот это можно стереть из своей памяти, закрыть глаза, не видеть этого. Вот у вызова wait нет никакого предиката. Условные перемены про предикат ничего не знают. Состояние, условия, вот буфер, пуст, не пуст. Con2R про это ничего не знает. У него есть просто wait. Второй вариант. Что? Второй вариант. Это неправильный вывод, правильный ответ сложнее. Но вот в нашей домашней работе в Con2R не будет этого предиката, будет только wait.notify, и этого достаточно. Это просто некоторые, ну, некоторые, ну, не знаю, ну, не сахар, они так не говорят, некоторая маленькая утерита, которая помогает использовать Con2R, чтобы это было проще немножко. Но я просто расспрашиваю. Вот, но это не фундаментальный метод Con2R. Вот операция основная Con2R — это wait.notify.one.notify.all. Wait с одним аргументом захваченный mutex. Вот, и очень важно, тут пока мы этого не понимаем, наверное, что когда мы вызываем wait, то мы атомарно отпускаем блокировку и встаем на очередь ожидания. Конечно, на уровне процессора это не атомарно все, но вот атомарность, как она достигается, вы опять же в домашней работе увидите. Когда мы вызываем notify.one, мы будем один из ждущих потоков. Он просыпается, захватывает mutex обратно и выходит. Если мы зовем notify.all, то мы будем все потоки, которые ждали на Con2R, и они все пытаются выйти из wait. Но, разумеется, все разом они не могут, потому что mutex один. Но они все по очереди его захватят и выйдут из этого Con2R, из этого wait. Ну вот, осталось теперь Con2R воспользоваться, чтобы написать блокирующую очередь чуть получше. Давайте ее назовем пока вот так. Вот это плохая идея, мы имя скоро исправим. Какой код мы здесь напишем? Опять, захватываем mutex. А теперь нам нужна не пустая очередь. Что делать? Видимо, мы хотим отпустить mutex и дождаться, пока очередь станет не пустой. Отлично. А в методе put мы напишем notify.one. Мы положили элемент в очередь и разбудили один из потоков, который ждал, возможно, этого элемента. А правда, что wait в том типе заблокируется, пока notify не объявляется? Сейчас, повтори вопрос, пожалуйста. Wait заблокируется, пока notify не объявляется? Wait заблокируется, wait атомарно, значит, wait, во-первых, отпустит mutex, во-вторых, заснет в очереди, в-третьих, когда другой поток вызовет notify.one проснется, захватит mutex заново и выйдет из wait. То есть, когда мы выйдем из wait, мы снова владеем mutex, мы снова в критической секции. А кондвар — это что-то в контексте пула или он сам по себе? Кондвар — ну, это такой примитив синхронизация. Но он не без пула потоков, да? Ну, конечно, да. Так мы его даже используем не то, что в пуле, мы его в очереди используем, а очередь — это вот вызов. Вообще, кондвар — это довольно низкоуровневый примитив синхронизации, в смысле в каком-то прикладном коде вы его не должны использовать. Как правило, кондвар появляется в реализации каких-то других примитивов синхронизации. Ну, вот в домашней работе вы напишите несколько таких штук. Вы напишите барьер для потоков, вы напишите семафор, вы напишите, ну, в фьюче напишите вы с помощью кондвара или нет, я не знаю. Ну, в общем, с помощью кондвара можно разные вещи делать. Ну, вот в данном случае мы с помощью кондвара делаем очередь. Ну, а в свою очередь сам кондвар сделан, разумеется, через фьютекс. И вы всю эту цепочку отследите, кажется, разберетесь в домашней работе. Кондвар и мьютекс, они помогают друг другу. Вот здесь они работают в связке. Здесь нам одного мьютекса мало. Нам нужно дожидаться выполнения некоторого условия. Вот мы здесь отпускаем мьютекс, встаем в очередь и делаем это атомарно. Это важно. Почему это важно? Потому что представьте себе, что вот мы проверили, что очередь пуста, буфер пуст, отпустили мьютекс внутри вызова вейт, пришел другой поток, сделал пут целиком, взял освободившийся мьютекс, положил элемент в очереди, сделал natify1, natify1 никого не разбудил, потому что никто не спал еще. А потом управление вернулось вот этому потоку, тейку, и он, наконец, заснул на втором шаге. Вот такого быть не должно. Вейт и natify, они относительно друг друга должны быть атомарными. Не может быть так, что между шагами вейта выполнится natify. Ну, по крайней мере, между первыми двумя шагами. Как это реализовано, ну, вот вы увидите. Ладно, давайте, во-первых, переменную переменуем. Вот условная переменная, она для того, чтобы дожидаться выполнения некоторого предиката на разделяемых данных. В данном случае, что буфер не пуст. Ну, вот давайте мы так и назовем. Вот для кундвара всегда нужно давать, кундвара нужно всегда давать разумные имена. Вот по тому условию, которое вы на них ждете. Потому что здесь нет слова task вообще нигде. У нас просто очередь для каких-то элементов. Ну, там has values, has items тоже подойдет. Ну, тут получается вот not empty, wait. То есть я жду, пока очередь не станет не пустой. Вот такая реализация. Прежде чем запустить код, давайте я покажу вам картинку, которая, мне кажется, хорошо объясняет кундвары. Как это можно себе визуально представлять. Вот смотрите, ну, картинка тупая, но вот она дает хорошую модель, на самом деле, для понимания. Вот у вас есть разделяемые данные. И у вас есть mutux, который их защищает. Вот здесь данная, это вот очередь, буфер, а mutux, он в такой виде комнаты. И чтобы зайти в эту комнату, вы должны mutux захватить. То есть внутри этой комнаты находится только один поток. Но вот он приходит и видит, что очередь пустая. Что ему делать? Он хочет заснуть и дождаться, пока очередь перестанет быть пустой. Для этого он говорит not empty, wait. Отпускает mutux. И как будто бы переходит в кладовку и сидит там. И вот в этой кладовке может быть много потоков. И они все без mutux уже. То есть mutux освобождается и может зайти другой поток, захватить mutux, положить элемент в буфер и сказать notify1. И тогда этот notify1 разбудит один из потоков, который идет в кладовке. И этот поток попытается выйти. Но чтобы ему зайти обратно, то есть выйти из вейта, ему нужно обратно, ему нужно снова захватить буфер и ровку. Да? Если эта картинка понятна, то давайте запустим код и посмотрим, как он работает у нас теперь. В смысле, порядка пробуждения? Да, да, да. Я думаю, что никаких. Ну вот, у нас есть thread pool, у нас есть более совершенная очередь. Можно запустить теперь пример. Он сломался. Но сломался по-другому. Он сломался на этом assert. А это был precondition для функции. То есть мы вызывали takeLocked, если мы были уверены, что очередь не пустая. А почему-то в нашем исполнении метод вызвался, но очередь пустая, буфер пустой. Это довольно странно, потому что если буфер был пустой, то мы зашли в wait и заблокировали до тех пор, пока нам не просигналили, что буфер не пустой. А давайте while делаем? Ну вот. Может, у нас период. Вот, так рассуждать нельзя. Так рассуждают люди, не слишком осведомленные в кунварах. Вот вы идете в документацию по кунвару и читаете, что оказывается, оказывается, из wait вас могут вывести просто так. Вот просто, просто так. Это называется spurious wake up. Вот вам не просигналили, никто не сделал native file, но вы проснулись. И вы такие, ну ладно, какой-то баг в реализации, нужно написать while. И вы пишете этот while, запускаете снова пример. А, стоп, да, он заблокируется, потому что... И все работает. То есть вы починили. Но вы думаете, странно, ерунда какая-то, да? Почему бы не починить кунвар вместо этого? Так вот, кунвар чинить не нужно, потому что проблема на самом деле не в этом. И код упал у нас не потому, что там spurious wake up. Spurious wake up здесь не было. Вот почти наверняка не было. Ну, то есть не то, что почти не было в этом исполнении spurious wake up. Проблема в другом. Вот такой код, в нем не spurious wake up, в нем race condition просто. То есть можно запланировать ходы потоков так, что все развалится. Вот смотрите. Пришел поток в метод take, взял блокировку, смотрел на буфер. Буфер пустой. Ушел спать в wait. Mutex освободил. Пришел другой поток, сделал put, взял mutex освободившийся, положил элемент в буфер, просигналил. Первый поток. Этот сигнал получил, ну сигнал в смысле не сигнал операционной системы, разумеется, я так условно говорю, уведомление, нотификацию. Mutex wake получил. Вот, он проснулся. В смысле, он проснулся из вейта внутри, из ожидания внутри вейта. Но из самого вызова вейта он еще не вышел. Почему? Потому что mutex нужно захватить. Да? При выходе из вейта нужно вернуть себе mutex. А теперь представим себе, что появляется третий поток, который приходит в take. И вот смотрите на картинке. У вас теперь есть, у вас есть буфер, в нем есть один элемент. И есть два потока. Один приходит в take отсюда, просто первый раз в него заходит. А другой выходит из кладовки. И вот они борются за общий mutex. И кто его захватит первым, непонятно. Но если вы mutex писали, то вы понимаете, что никаких гарантий нет, кто его первым захватит. Вот они конкурируют между собой. И если получится так, что первым возьмет блокировку поток из вейта, то он видит в буфере элемент, возьмет его и завершится успешно. Но если выиграет другой поток, который просто заходит в take, то он зайдет в take. Увидит, что в буфере есть один элемент, сразу его заберет и уйдет. А потом мы проснемся, наконец. Ну, в смысле, а потом, наконец, мы в выходе из вейта заберем себе блокировку обратно, выйдем из вейта и увидим, что буфер снова пустой. Ну, в смысле, мы, да, мы этого не увидим и сломаемся просто. В смысле, увидим в асерте. Вот. Мы вместо... Что? Почему байлот с проблемами не решает? В смысле, он решает проблему эту. Мы, если нас разбудили, мы должны снова перепроверить условия, потому что нас могли подрезать. Тут другой поток нас опередил. И никакого с пулюсовой капа не было. Никакой проблемы в кондварах не было. Тут проблема именно в race condition. Просто вот так упорядочились шаги потоков. Так что мы обязаны писать вайл, и поэтому, пожалуйста, 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 раз вы всегда запомните, что кондвары нужно использовать с вайлом, и поймите, почему. Вот забегая сильно вперед, на зачете невозможно получить зачет, не понимая этого. Вот все, кому удается не получить зачет, не понимают этого. Если кондвар может гарантировать, что откупание и уход в ожидании атомарно происходит в вайлом, он не может гарантировать, что уход в вайл, и повторный упадок мютокс, что тоже происходит атомарно? Ну, потому что как это... мютокс, он сам по себе. Сам мютокс не может этого гарантировать. Я предлагаю тебе написать решение задачи кондвар, слэш кондвар, там, где нужно написать кондвар, вот, и тогда ты ответишь себе на свой вопрос. Возможно, не стоит с этого начинать домашку, потому что, как бы, это... Ну, в общем, задача для того, чтобы разобраться, почему возникают спури в своей капли, ну, почему может произойти что-то странное, и вот почему гарантии именно такие. Вот ты напишешь и поймешь. Ну, в смысле, зачем еще один мютокс? У нас состояние одно. Мютокс должен быть общий, разумеется. Взаимное исключение. Да нет. Все, кажется, здесь все уместно. Так, стоп. Это... Ну, черт возьми. Возвращаемся к ThreadPool. Когда вы говорите, что race condition — это то же самое, что data race? Нет, я... Был момент на лекции, когда я говорил, что the race condition — это не то же самое, что data race. Это вообще разные вещи, говорил я. Я говорил, что race condition — это состояние, это нарушение инвариантов в нашем коде. Ну, вот поток пришел делать поп-фронт из пустого дека. И это происходит потому, что, ну, вот так сложилось планирование потоков. Data race — это ситуация, когда у вас есть ячейка памяти, и вы с ней работаете без синхронизации из разных потоков. И в некоторых потоках вы пишете. Вот это race condition. А вот... Вот это — это data race. Одна ячейка памяти, и мы с ней работаем несинхронизированно. Здесь несинхронизированного доступа нет нигде. Здесь синхронизации все ок. Здесь data race нет. Ну что ж, у нас осталось 3 минуты, да? Наверняка я забыл сказать что-то важное. Ну вот, давайте подведем итог, чему мы научились. Ну, наше локальное достижение. Мы поговорили, мы на примере пулла потоков увидели некоторые новые сценарии синхронизации. Мы увидели, что ньютексов мало, ну, разумеется, их мало. И увидели, что вот возникают какие-то очереди, возникают какие-то ожидания на каких-то предикатах. Ну и вот для этого у нас есть кондвары, для того, чтобы решать более общую задачу. Дожидаться выполнения некоторого условия, дожидаться выполнения предиката на разделяемых данных. Для этого у нас вот есть кондвар. Ну и надеюсь, что вы увидели, как примерно с ним правильно обращаться. А второе более важное наше достижение, более глобальное, мы увидели, что потоки мы не собираемся в этом курсе запускать. Вместо этого мы хотим использовать пул потоков. И вот пул потоков когда-нибудь, ну, на самом деле уже довольно скоро, станет для нас таким вот универсальным планировщиком, в котором будут запускаться все те средства выражения конкурентности, которые мы в курсе изучаем. Файберы, карутины, фьючер. Вот все будет исполняться там. Так что, с одной стороны, домашка сейчас будет про то, чтобы разобраться, как там на низком уровне все это синхронизируется и работает. А дальше мы перейдем к пулу потоков, как к такому базовому инфраструктурному компоненту для всего нашего курса. Вот, пожалуйста, отслеживайте такие вот глобальные сюжетные линии. Все, спасибо большое на сегодня. Это все.